Друзья, всем привет! С вами компания RDM Import и вы находитесь на канале Первые Видео Авторынок. Кстати, если вы еще не подписались на наш канал, советуем это сделать. Ведь на нашем канале вы можете найти большое количество интересного и полезного материала о том, что касается выбора поддержанного автомобиля. В том числе и обзоры на машины, причем не только в формате тест-драйвов, но и в формате обзоров технических, где мы подробно разбираем особенности тех или иных моделей, рассматривая их на подъемнике. Ну а герой нашего сегодняшнего обзора и серии, на что обращать внимание при покупке поддержанного автомобиля, это седан C-класса. Если вы ищете для себя надежную неприхотливую машину с левым рулем, то вполне возможно не обращаете на эту машину внимания в силу мифов о ее дороговизне. Однако в следующих минутах нашего видео мы постараемся развенчать миф о том, что эти автомобили сложны или дорогостоящи в ремонте. Встречайте, Volvo S40, второе поколение. Volvo S40 второго поколения построено на платформе P1 в терминологии Volvo или на глобальной платформе C1. На этой же платформе были созданы такие автомобили, как Ford Focus 2 и Mazda 3. S40 второй генерации дебютировала в 2004 году и продержалась на конвейере аж по 2012. В 2007 году машину подвергли рестайлингу. У нее появился дополнительный вариант двигателя и коробки передач. На российском рынке эти машины могли комплектоваться только бензиновыми агрегатами. Объемы 1.6, 1.8, 2 литра, 2.4 в двух вариантах мощностного исполнения и топовый двигатель 2.5 литра с турбонадулом на 220 лошадиных сил. Коробки передач, механика в версиях 1.6 и 1.8, роботизированная трансмиссия на версии 2 литра, а также механика либо автомат на выбор на версиях 2.4 и 2.5 турбо. Кроме того, эти автомобили в топовых исполнениях могли иметь привод на обе оси. Наш сегодняшний экземпляр 2006 года выпуска с самым базовым двигателем 1.6 литра на 100 лошадиных сил, механической, естественно, коробкой передач и, конечно же, с передним приводом. По традиции обзор начнем с разговора про кузов автомобиля, про качество и толщину лакокрасочного покрытия, а также про то, насколько хорошо или наоборот он сопротивляется нашим дорожным реалиям. Что касается толщины лакокрасочного покрытия на Volvo S40, показания толщиномера, как правило, будут лежать в диапазоне от 100 до 160 микрон, что немного выше средних значений, например, для японских автомобилей. А вот качество лакокрасочного покрытия здесь на редкость хорошее. Сколы и царапины появляются на кузове Volvo неохотно и даже в почтенном возрасте и с большими пробегами эти автомобили все еще могут похвастаться весьма неплохим состоянием лакокрасочного покрытия. Ну а в том, что касается защиты от коррозии, S40 и вовсе практически нет равных. Эти автомобили практически не ржавеют и не гниют, и даже открытые сколы и царапины очень и очень долгое время не покрываются рыжим налетом. Дело в том, что кузов этого автомобиля имеет двустороннюю оцинковку, а капот и вовсе сделан из алюминия. Исключением из общего благополучного правила могут быть разве что те экземпляры, которые были восстановлены и кустарно восстановлены после серьезных ДТП. Поэтому при покупке S40 обращайте особое внимание на аварийное прошлое машины. Что касается бортовой электроники и салонного оборудования, в принципе, Volvo S40 здесь каких-либо неприятных сюрпризов не преподносит. Естественно, электроника в автомобиле есть, и естественно, при осмотре поддержанного экземпляра нужно будет проверить, чтобы все в машине функционировало исправно. Особое внимание при осмотре автомобиля следует уделить работоспособности клавиш на центральной консоли и, в частности, тем из них, которые отвечают за управление климат-контролем. Дело в том, что по части климат-контроля сюрприз здесь могут подкинуть тяги привода заслонок воздухосмесителя. Так что прощелкайте климатическую установку по всем режимам обдува, скорости работы вентилятора и температурным значениям. И посмотрите, чтобы все работало корректно. Также, если вы смотрите Volvo S40, где присутствует такая опция, как потолочный люк, имейте в виду, что при забитом дренаже вода вполне может попадать под обивку крыши, стекать по стойкам. И самое неприятное, что может случиться в этой ситуации, это выход из строя из-за повышенной влажности блока CEM, Central Electronic Module, который находится за панелью приборов и отвечает за работу всего электрооборудования в автомобиле. В этом случае как раз таки и могут наблюдаться многочисленные глюки по электрике. И блок этот, если ситуация еще не запущена, вы можете попытаться спасти. Ну, а в экстренном случае уже менять. Стоит он, кстати говоря, недешево. Так что проверить работоспособность всей электрики в автомобиле, это совсем не лишняя мера предосторожности. Вряд ли можно назвать серьезной и самую частую проблему, которая встречается на Volvo S40. И связана она с электрозамком крышки багажника. Дело в том, что на этих автомобилях периодически может наблюдаться как проблема, связанная с индикацией незакрытого багажника, так и в принципе нерабочий замок. И проблема, как правило, кроется в жгуте проводки, который проходит, собственно говоря, в крышку. Менять жгут на оригинальный при этом не обязательно. Можно и отремонтировать. А теперь поговорим про двигатели, которые можно обнаружить в подкапотном пространстве Volvo S40. Первый базовый мотор, как раз как в нашем случае, носит маркировку B4-16S3. В той версии, в какой он ставится именно на S40. Этот двигатель представляет собой рядную четверку с алюминиевым блоком цилиндров. Здесь два верхних распредвала и практически никаких усложняющих конструкцию двигателя вещей вы здесь не найдете. Здесь нет даже фазовращателей. Как, собственно, нет и гидрокомпенсаторов зазоров клапанов. Поэтому раз в 100 тысяч километров добро пожаловать на регулировку. Что касается привода газораспределительного механизма, здесь используется ремень. Причем ресурс этого ремня официально это 120 тысяч километров пробега, но мы бы рекомендовали этот интервал замены подсократить. Поскольку при обрыве ремня этот двигатель клапана гнет. По сути дела, в остальном это такой же простой двигатель, который стоит под капотом Ford Focus 2. И ресурс этой силовой установки при должном уходе, если лить сюда необыкакое масло и менять его почаще, может составить 320 и 350 тысяч километров пробега. И были даже прецеденты, когда с этой силовой установкой Volvo S40 неспешно, а по-другому он в принципе и не может. Разгон до сотни с этим двигателем занимает около 12 секунд добирался до отметки за 400 тысяч километров пробега. Так что, если ваши водительские привычки вполне позволяют вам степенное и неспешное перемещение из точки А в точку Б с комфортом, то можно остановить свой выбор и на этой силовой установке. Простой, надежный и небогатый на неприятные сюрпризы силовой агрегат. Из особенностей данного двигателя по части проблем можно отметить разве что проблемы с системой зажигания. Как и на любом другом моторе, здесь иногда требуют замены свечи, могут выйти из строя катушки и так далее. Но каких-либо системных проблем у этого двигателя по большому счету нет. Следующий по объему двигатель в линейке моторов С40 это Б418-4С11. Данный силовой агрегат имеет объем 1,8 литра и мощность 125 лошадиных сил. Он агрегатируется также только с механической коробкой передач и с ним С40 уже становится порезвее. Что-то около 11 секунд с нуля до сотни. 10-11, так скажем. Здесь, в отличие от предыдущего силового агрегата, привод ГРМ выполнен при помощи цепи. И цепь эта выхаживает за 200 тысяч километров, прежде чем попросит вашего внимания. На этом двигателе все так же нет фазовращателей и все так же нет гидрокомпенсаторов зазоров клапанов. Поэтому зазоры придется регулировать подбором толкателей, что называется, вручную. Кстати, авторство данного мотора принадлежит уже компании Mazda. И этот двигатель также встречается и под капотом Mazda, и под капотом Ford. Что самое интересное, по части поршневой группы 1.8, это очень даже неплохой двигатель, который имеет в том числе и систему смазки поршней через маслофорсунки. И самое интересное, если все-таки ресурсов 350 плюс тысяч километров до капиталки вам окажется мало, и вы столкнетесь с необходимостью данный двигатель отремонтировать, то, во-первых, чугунные гильзы цилиндров будут вам в подспорье, то есть мотор ремонтопригоден, а второй момент, хоть вы и не сможете купить туда поршневую от Volvo, поскольку отдельно компания Volvo, но сможете без всяких трудностей приобрести ремкомплект для двигателя Mazda, что будет одним и тем же. Что касается характерных проблем или недостатков этой силовой установки, так это первый момент, плавающие обороты холостого хода, в которых обычно бывает повинна дроссельная заслонка. Второе, это возможные проблемы с вихревыми заслонками во впускном коллекторе, так же, как и на автомобилях Mazda, они могут выдавать неисправность с характерным шумом при работе. И третий момент, это подтекание масла с маслоохладителя, который располагается под масляным фильтром. В целом же двигатель 1.8 никаких противопоказаний к покупке не имеет. Мотор простой, надежный и весьма ресурсный. Третий силовой агрегат по объему в модельном ряду, это B424S3. Этот двигатель объемом 2 литра мощностью 145 лошадиных сил устанавливался только на рестайлинговые автомобили после 2007 года. И агрегатировался он только с роботизированной трансмиссией PowerShift. Такой же, как ставилось и на большинство Ford, которая представляет собой коробку передач механическую по сути с двумя сцеплениями DSG. Так что вряд ли вы будете серьезно рассматривать подобный автомобиль с большим пробегом на вторичном рынке. Но, тем не менее, в целом же 2 литровый мотор в сочетании с роботизированной трансмиссией получился довольно экономичным, а автомобиль с ним довольно резвый. Проблемы 2 литрового мотора в принципе все те же самые, что и на 1.8. Те же самые вихревые заслонки в опускном коллекторе, те же самые плавающие обороты по причине дроссельной заслонки. Этот двигатель также фазовращателями не оснащен и гидрокомпенсаторов, зазоров, клапанов он также не имеет. В принципе, в том, что касается надежности, 2 литровый агрегат довольно неплох. Автомобиль с ним получился экономичным, в том числе и по причине использования с этим мотором DSG и также достаточно резвым. Проблемы у этого двигателя к большим пробегам могут быть связаны с залеганием и закоксованием поршневых колец. Соответственно, это проявляется в виде масложора. Также могут подкинуть сюрприз вихревые заслонки во впуске. И все так же вы можете столкнуться с плавающими по вине дроссельной заслонки оборотами. Ну а следующие два мотора больших объемов 2,4 и 2,5 литра, это уже плоть от плоти творения Volvo. И первый двигатель Volvo в этой линейке это пятицилиндровый рядник, который носит маркировку B5244S4 или S5. В зависимости от мощностного исполнения он может выдавать как 140, так и 170 лошадиных сил. С этими моторами Volvo S40 превращается уже в достаточно резвую машинку. Не сказать, что конструктивно эти двигатели переусложнены. Так, например, никаких систем прямого впрыска на них в помине нет. Впрыск здесь обычный, распределенный. Но привод ГРМ здесь ременный. И менять этот ремень лучше в районе 100 тысяч километров пробега или чуть пораньше. В зависимости от его состояния. При обрыве ремня клапана на этих двигателях также погнет. Здесь также появляются у нас фазовращатели, которые могут потребовать вмешательства после 200 тысяч километров пробега. Например, замены по причине течи масла и так далее. У этих двигателей присутствует система рециркуляции отработавших газов, которая не простит вам пренебрежение вниманием к своей персоне. Система требует поддержания себя в рабочем состоянии. И в противном случае забитый ЕГР вполне может привести ваш двигатель к началу масложора. Также многие владельцы S40 с такими двигателями сталкивались с необходимостью поменять насос системы охлаждения. Так называемую помпу. И сталкивались с проблемами с термостатом. Причем эти вещи начинают происходить сугубо после пробега в 100 тысяч километров. Где-то в районе, скажем так, 110-120 до 150 большинство владельцев S40 так или иначе уже столкнулись либо с термостатом, либо с насосом системы охлаждения. Но в целом следует признать, что по сравнению даже с некоторыми тойотовскими агрегатами подобный ресурс весьма немал. Что касается ресурса поршневой группы, этих пятицилиндровых атмосферников, он достаточно большой. По 350-370 тысяч километров эти моторы выхаживают достаточно спокойно. Ну а если вы будете за этими двигателями следить и держать в исправном состоянии систему зажигания, вовремя менять свечи, лить хорошее масло и нормальный 95-й бензин, то ваш агрегат вполне будет способен перешагнуть и 400-тысячную отметку. Кстати, на двигателях B524, 4S4 и 4S5 гидрокомпенсаторы стоят, поэтому заниматься регулировкой клапанных зазоров собственнику такой машины не придется. А вот на самом мощном агрегате в линейке, который носит трудновыговариваемый индекс B5254T3, уже снова нет гидрокомпенсаторов, поэтому снова добро пожаловать на регулировку клапанов по симптоматике, либо раз в 100 тысяч километров пробега. Это все так же алюминиевая, все так же рядная и все так же пятицилиндровая силовая установка на 20 клапанов, два верхних распредвала. Здесь нет фазовращателей, зато есть турбонаддув. Данная установка выдает 218-220 лошадиных сил и с ней Volvo S40 превращается уже в очень интересный автомобиль. Весьма резвый на подъем и на разгон. Причем в версиях как с автоматической, так и с механической трансмиссией. Плюс с этим турбомотором вы можете купить S40 еще и с полным приводом, где за подключение задней оси будет отвечать муфта Haldex, но об этом чуть-чуть. Что касается неисправностей, то владельцы таких автомобилей чаще прочего сталкиваются все так же с необходимостью поменять помпу с подтекающими сальниками коленчатого вала, обычно в данном случае передними, и с необходимостью поменять опоры двигателя. Кстати, ресурс у турбоустановки в целом поменьше, чем у атмосферного двигателя и составляет что-то около 250-270 тысяч километров пробега. Ну а уж про более частый интервал замены масла на турбоагрегате говорить не приходится. Потолочный срок замены это 5-6 тысяч км. И чем чаще будут замены масла, тем больше проживет в общем ваш двигатель и в частности его турбина. Так что какой двигатель под капотом S40 вы бы не выбрали, имейте в виду, что все они в принципе достаточно надежные, ходят долго и по большому счету каких-либо детских болячек лишены. Единственное, что при покупке турбо-версии, естественно, делать это нужно только после тщательной диагностики, поскольку именно этот вариант будет самым дорогим в случае ремонта. Ну а теперь поговорим про коробки передач, про DSG PowerShift на этом автомобиле мы упоминать не будем, таких автомобилей не так уж и много и вряд ли вы будете целенаправленно искать себе двухлитровый агрегат. Если же вы покупаете эту машину с младшими моторами 1.6 либо 1.8, у вас будет механика, это безальтернативно. Механика пятиступенчатая и это, пожалуй, единственная претензия к этим коробкам, отсутствие шестой передачи, от которой на трассе многие владельцы Volvo S40 не отказались бы. Однако стоит отметить, что механизм переключения передач даже на автомобилях с большим пробегом сохраняет былую четкость, а сами коробки не подкидывают сюрпризов. Кстати, на 1.8, на Volvo S40 коробку усилили, видимо, приняв во внимание достаточно негативный опыт работы этих механических трансмиссий с такими же двигателями на Ford Focus 2. Поэтому владельцы Volvo от проблем с механикой, в общем-то, застрахованы. Сломать ее можно разве что целенаправленно. Что касается коробок автоматических, которые также пятиступенчатые, то на Volvo S40 устанавливался японский автомат Aisin. И ресурс этих трансмиссий при должном уходе способен перевалить за 200 тысяч километров пробега. Самый основной момент, эти коробки не любят перегрева. Поэтому, если вы планируете отжигать, например, на турбо-версии, озаботьтесь установкой дополнительного охлаждения. Ну а что касается регламента замены рабочей жидкости, это в районе 60 тысяч километров пробега. В этом случае ваш автомат прослужит достаточно долго. Кстати, о смене рабочих жидкостей. Если ваш автомобиль полноприводный, то 4WD на Volvo S40 будет реализовано посредством муфты Haldex. И муфта эта имеет собственную рабочую жидкость. Ее нужно менять раз в 20-25 тысяч километров пробега. Ну а теперь поговорим про ходовку Volvo S40. А ходовка на ней – это та самая золотая середина между комфортом и рулежкой. Эти автомобили замечательно управляются и очень хорошо стоят на дороге. Они удобны и для маневрирования в потоке, и для езды по трассе на дальние расстояния. При этом ходовая часть достаточно комфортная. И с поправкой на то, что платформой послужил все тот же Ford Focus 2, еще и не затратная в содержании. Поскольку много чего подходит сюда именно от фокуса. Что касается ресурсов компонентов этой ходовой части, то, пожалуй, как и много где, самым уязвимым здесь будет передний стабилизатор. В том, что касается ресурса его втулок и его стоек. Детали эти копеечные, но пробег очень сильно варьируется. В зависимости от того, по каким дорогам вы свой автомобиль эксплуатируете. Кстати говоря, при осмотре Volvo S40 снизу, имейте ввиду, что некоторым владельцам клиренса этих автомобилей оказывается явно мало. Поэтому при осмотре обязательно обратите внимание на то, чтобы самая низкая точка автомобиля, а именно поддон двигателя, не имел следов деформации, ударов, либо сварки. Что касается передней ходовки, то ресурс компонентов плюс-минус это 100 тысяч километров пробега и больше. В частности, передние амортизаторы, как, собственно, и задние, выхаживают за 100 тысяч километров пробега. Ресурс опорных подшипников передних стоек где-то 120. Шаровые опоры способны отработать около 90-100 тысяч до замены. И, кстати, поменять здесь вы их можете отдельно от рычага. Сайленблоки в рычагах также не будут проситься на замену ранее 100-120 тысяч километров пробега. Ну, а что касается, например, рулевой рейки, самого дорогого узла любой ходовки традиционно, то, что на версиях с мотором 1.6, где используется гидравлическая рейка, что на старших версиях, где используются электрогидравлические усилия рулевого управления, ресурс рейки, в общем-то, достаточно большой. 150-200 тысяч километров, и многие владельцы еще не сталкивались с необходимостью ее ремонта. Если спереди на Volvo S40 используется подвеска типа McPherson, то сзади у нас многорычажка. Соответственно, несмотря на то, что ресурс большинства компонентов задней подвески это за 150-200 тысяч километров пробега, не лишний будет обратить внимание на состояние всех сайленблоков. В общем, как и при покупке любого другого автомобиля, проверьте заднюю ходовку на предмет ближайших замен. Единственное, про что стоит быть в курсе, это то, что стояночный тормоз на Volvo S40 обязательно нужно проверять на работоспособность. Троса имеют свойство закисать. Тормоза же на Volvo S40 вкруг дисковые, и сказать, что диски и колодки чересчур часто просятся на замену, нельзя. Естественно, это касается атмосферных или так называемых овощных версий. Если мы говорим про версию 2.5 Turbo, то там арифметика будет своя. По сути дела, слабый элемент в подвеске Volvo S40 есть, но это один-единственный момент, связанный с тем, что чаще, чем того хотелось бы, владельцы S40 меняют ступичные подшипники. Особенно это касается передних ступичных подшипников. Как правило, делать это приходится на пробегах в 50-60 тысяч километров. В случае, если вы столкнулись с необходимостью поменять ступичный подшипник, не обязательно брать оригинал. На этот автомобиль достаточно много хороших компаний выпускают дубликатные запчасти. Единственное, что стоит сделать перед тем, как бежать за дубликатным подшипником, это осведомиться у коллег по Volvo Club, какие из деталей ходят дольше, а какие меньше, дабы не экспериментировать на своем собственном автомобиле. Кстати говоря, даже ступица в сборе на Volvo S40 стоит далеко не космических денег, как и все в ходовке этого автомобиля. Итак, какие выводы можно подвести под все вышесказанное про Volvo S40? Этот автомобиль однозначно можно рекомендовать к покупке. Ведь в активе этой машины, помимо надежных силовых агрегатов и хороших трансмиссий, еще и абсолютно не подвержены коррозии кузов. Ну, во всяком случае, если мы говорим про небитые экземпляры. Ходовая часть этого автомобиля весьма комфортна, хорошо держит дорогу и при этом не обременительно в содержании. Нельзя сбрасывать со счетов и такую особенность автомобилей Volvo, как их отличную пассивную безопасность. Хотя иногда это и имеет побочные эффекты в виде, например, широченных передних стоек, слегка ограничивающих обзор. Однако, к этому можно привыкнуть. Так что, если вы ищете для себя комфортный и недорогой в содержании автомобиль, обязательно с левым рулем. А Ford Focus 2, к примеру, вас не устраивает по причине возможных проблем с коррозией на кузове. Именно Volvo S40 может оказаться ключом к решению всех ваших вопросов. И тем самым рациональным выбором. Ну вот и все на сегодня. Если наш обзор был вам полезен, понравился, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, указывайте в комментариях, какие машины вы хотели бы видеть на нашем подъемнике в будущем. Ну а мы в свою очередь постараемся их для вас раздобыть и заснять. Также, если у вас есть или был Volvo S40, вы проехали на нем не одну сотню тысяч километров и вам есть чем нас дополнить или в чем нас поправить, пишите в комментариях. Людям, выбирающим себе подобную машину, именно ваш комментарий окажется очень полезным. Спасибо за внимание. Всего хорошего. Пока.